Необычная творческая площадка скоро откроется в Старом Осколе. Команда добровольцев уже месяц трудится над превращением библиотечного помещения в современный зал искусств. Проект реализуется при грантовой поддержке культурной платформы «Арт-Окно» благотворительного фонда искусства, наука и спорт. Ловкими мазками волшебных кистей скучный библиотечный зал превратился в космический портал. Автор проекта Рината Филимонова. В библиотеке три зала. Это один из трех залов. И когда возник запрос преобразить какой-то один зал, то я думала, что если их три, то один зал будущего, настоящего и прошлого. Это концептуально, если мыслить целым объектом. И вот как бы из подходящего контекста к залу искусств, творчеству, такому выбросу энергии в сферу созидания, этот зал подошел под зал будущего. Потому что мы здесь создаем то, чего, допустим, еще не существует. В основе концепции оформления зала – фантастическое произведение Кира Булучева «Путешествие Алисы». Совсем скоро стены украсят птица-говорун, ибо рельефы – зеркальные цветы. Алиса Селезнева – это такой персонаж, он может быть и устаревший, но аналогичного, настолько яркого, пока еще, на мой взгляд, не придумано. Мы решили Алису сделать немножко более современную в космическом костюме, более таком игровом в стиле компьютерных игр. Интересная тема для фантазирования, для размышления. Современный зал искусств в библиотеке в микрорайоне «Приборостроитель» появился на грантовые средства. Стоимость космического преображения – 300 тысяч рублей. Денег хватило только на материалы. Ремонтом и росписью стен занимаются волонтеры. И получить новый опыт, и пообщаться, и просписывать стены. Такие форматы в художке все равно охватить не получится. Пускай и был опыт реставрации именно росписи в нашей художественной школе, Но это все-таки не то. Это не то же самое, что делать все с самого начала, с нуля, с покраски стен. Поэтому, я думаю, вообще, на самом деле опыт очень важный и очень редкий. С особым удовольствием в проекте участвует Наталья Шуликова. В стенах этой библиотеки прошло ее детство. Ты ощущаешь себя дома, потому что это для тебя родные стены, и ты в них провел достаточно много времени. Когда ты что-то делаешь у себя дома, фактически, ты делаешь это с душой. Я никогда не рисовала в вертикали, на стене где-то. И мне было безумно интересно попробовать, что же это такое. Это очень страшно, но очень сильно погружает в этот процесс и захватывает. То есть сначала тебе прям руки дрожат, а потом ты уже не хочешь останавливаться. Рады преображению библиотекари. Уверены, читальню ждет новая жизнь, насыщенная культурными событиями. Наш зал превращается в уютное, красивое помещение. И это будет притяжением для молодежи, чтобы пришли не только книжку взяли, почитали, но еще культурно отдохнули. Торжественное открытие Зала искусств состоится 1 сентября в 14.00. До конца года уже составлено расписание работы творческой площадки. Здесь будут регулярно проходить выставки, концерты живой музыки, мастер-классы, театральные постановки, заседания клубов по интересам, вечера настольных игр, консультации психологов и многое другое. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.